Сфера ЖКХ в регионе является одной из самых значимых, но в то же время одной из проблемных. В прошлом году ведомство достигло хороших показателей в разных отраслях, но ряд проблем остаются нерешенными. В Ульяновске состоялось заседание коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства. На встрече подвели итоги прошлого года и определили цели на 2024 год. Направление, которое курирует ведомство, имеет такую социальную значимость. От их состояния напрямую зависит комфорт и безопасность наших граждан, а значит и социально-экономическая стабильность региона. Что касается главных итогов прошлого года, то процент газификации в регионе составил более 81%. По региону заменили 47 километров теплосетей, благоустроили 88 дворов и 23 общественных пространства. В 69 населенных пунктах было проведено строительство и ремонт объектов водоснабжения. Кроме того, удалось в полном объеме выполнить показатели нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология». В сфере ремонта многоквартирных домов также стопроцентный результат. Годовой план 2023 года был выполнен на 100%. Были выполнены 314 видов работ в 117 многоквартирных домах на территории 18 муниципальных образований. Средства, которые были направлены на эти мероприятия, это почти 556 миллионов рублей. Благодаря проведению этих работ смогли улучшить свои жилищные условия более 17,5 тысяч жителей Ульяновской области. Несмотря на хорошие показатели в различных отраслях, имеются и негативные тенденции. От жителей идут жалобы на состояние коммунальных инженерных сетей и лифтов. Также в центре внимания остается утилизация ТКО. Несмотря на это, Комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству законодательного собрания достойно оценил работу ведомства. Оценку деятельности министерства за 2023 год была дана на заседании профильного комитета. Работа была признана надлежащей. Вместе с тем, есть ряд рекомендаций, которые хотелось бы, чтобы министерство учло в своей работе. На мероприятии лучшие сотрудники сферы ЖКХ были награждены благодарственными письмами. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.